приветики всем у нас жара по-прежнему просто какая-то бешеная только еще прибавилось влажность каждый день гремят гром и где-то идут дожди но у нас их просто вот нет но но все равно вот становится влажным и просто вот течет течет просто стеба течет одежда вся мокрая нас насквозь мы уже вот я сижу машине уже ну где-то вот час точно мы выехали из дома до кондиционер вообще полностью на полной мощности работает сейчас я стою ожидаю яночку у нее сегодня последнее посещение к ее зубному доктору мы надеемся что последнее то есть кондиционер работает уже целый час но до сих пор в машине жарко просто вот жарко мы посмотрели по градуснику сегодня 38 градусов но это показывает в телефоне потому что на поверхности всегда жара больше конечно вот эти вот эти штучки как щиты защитные да они они защищают действительно они защищают и вот благодаря ним я по крайней мере могу вот сидеть спокойно в машине да потому что вот солнце с этой стороны и сейчас бы она просто вот пекло да они защищают но конечно во первых очень маленький размер видите она даже не закрывает полностью стекло то есть это вот 11 отрезок стекла только вот она закрывает конечно когда берешь вот фирменные под машину по твою марку машины тогда тогда конечно намного лучше тогда закрывает полностью стекло четко и солнце не попадает совсем ну и плюс качество вот уже начал рваться ну сколько я здесь попользовалась я и месяца толком не попользовалась на месяц может и вот уже пошла стрелка то есть ткань вот это вот как как колготки капронки только вот чуть 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 плотнее то есть сами понимаете это все быстро порвется мне муж показывал свои которые он поставил сеточку он поставил тоже за 500 рупий но там качество совершенно другое там качество просто небо и земля я думаю когда уже вот эти порвутся совсем тогда поставлю хорошие единственный недостаток в том что конечно вот в боковые боковые окна вот эти очень плохо видно то есть иногда особенно вечером приходится конечно убирать потому что вообще ничего не видно не знаю когда придет к тюня матюня у нас еще сегодня есть дополнительные и сегодня у нас еще есть одно мероприятие ну как мероприятие неофициальная сестры решили устроить такой вот вечер для своих братьев и для своих бабе бабе мы называем на хинди это вот жены жены их братьев любых братьев хоть двоюродных утра юродных утром родных то есть жена брата это бабе а сестра мужа для меня мы называем это на нант так вот наши на на дусту решили устроить нам вечеру в райпуре они сняли какой-то загородный домик я так понимаю там пять спален хотя говорят что мы как будто бы там не остаемся на ночь поэтому я не понимаю тогда зачем зачем они снимали такой большой дом выезжают все по идее в 6 часов вечера отсюда я наговорит поехали со мной я пока раздумаю не хочется мне вообще никуда и ехать тем более возвращаться из райпура дурой пора ехать ну минимум минимум полтора часа то есть сами понимаете это как бы не мало плюс сейчас пока вот здесь вот помотаемся пожаре а жара вот честно вам скажу она просто вот выматывает выматывает сил вообще никаких не остается пока приходишь домой просто вот как расставшая сосулька и все пока сейчас вот я отвезу ее еще на дополнительные потом поеду домой потом поеду ее заберу сегодня мне нужно было ее привезти сюда а потому что здесь очень очень заторенное место и здесь никогда нет места для парковки практически найти его невозможно или могут даже полицейские подойти и машину вот как бы убрать и даже арестовать забрать поэтому лучше когда в машине сидит какой-то водитель в данном случае я сижу вместо водителя пока я . там с доктором обслуживается вот не забыла себе водичку вот водичку я в любом случае себе не забываю потому что без воды это просто в такую жару это смерть поэтому когда я выхожу из дома в первую очередь я наливаю себе пол литра воды ну и конечно у меня всегда есть машине запасная бутылка хоть там вода и горячая но на всякий случай если вдруг я забуду в принципе я могу пить и горячую воду это как бы без проблем для меня я могу пить и горячий чай я кстати напиваюсь больше именно горячей водой чем холодной вот это вот тоже она была намного горячее это как бы чай сейчас уже немножко остыла так вот я говорила о райпуре что наши сестры придумали сегодня какой-то вот такой вечер устроить все все вместе скоро будет в семье очень большое мероприятие и перед этим мероприятием они решили поздравить своего брата женой по-своему то есть будет скоро вот годовщина свадьбы очень большая будут отмечать прям по крупному но вот сегодня решили отметить в таком домашнем кругу я так понимаю что будет только вот наша семья дети конечно наши очень excited то есть они прям все в восторге дети прям ожидают когда же мы все поедем но если честно у меня вообще нет настроения мне почему-то ну вообще не хочется в такую жару никуда выходить я не знаю тем более в загородные дома я понимаю конечно что там и кондиционеры будет и все но вот знаете вот нету вот этого приподнятого настроения именно в эту погоду когда ты хочешь куда-то ехать то есть наоборот из дома просто не хочется никуда выходить час работает машина час работает кондиционер у меня вот просто все течет все течет вот в таком я состоянии нахожусь но не знаю пока еще муж не знаю не знаю что их отказываюсь янка уже кричит говорит поехали что ты будешь тут сидеть 1 не хочешь ехать у тебя начнется депрессия у меня правда девочки у меня сегодня такая депрессия сильная вы даже знаете кто-то написал мне такой комментарий что вот там плохо то все вы поднимаете настроение а мы же блогеры мы даже не можем показать свою вот эту депрессию свое плохое настроение нам же нужно быть на видео всегда веселым веселыми всегда быть в струе так сказать поэтому не всегда можно и высказать какие-то свои даже личные настроения какую-то свою боль переживания не высказываешь говорят ты не искренне выскажешь и говорят ты нас нагружаешь своими проблемами ты вампир энергетический и так далее ну разные люди пишут вы же знаете в общем сегодня я не знаю у меня у меня правда настроение совершенно нет низ не знаю как будет может муж все-таки удастся ему меня уговорить и за и забрать в райпур но пока я настроена на то чтобы просто вот остаться дома верите ничего не хочется хочу просто остаться и не знаю посмотреть какие-то может быть старые фильмы или что-то даже работать не хочется вот такое состояние у меня сегодня вы не представляете девки как я скучаю за домом как я хочу домой 6-7 лет это очень много иногда так накрывают просто начинаешь сходить с ума сидишь в этой жаркой индии без вы выезда не можешь даже поехать к себе домой но когда это все закончится когда это все закончится чтобы все было как раньше чтобы ездить домой как и раньше без проблем я хочу чтобы мама приехала сюда и жила со мной смотрю на других блогеров у них мамочки приезжают живут с ними в индии так приятно смотреть на это все все думает даже приедет моя мама когда она захочет сюда приехать и захочет ли понимаете все не факт что она захочет сюда приехать и хотя бы не знаю поехать куда-то развеяться подальше знаете чтобы ощутить саму поездку они вот эти загородные домики так надоело уже все одно и то же одно и то же вы не представляете как это трудно жить в чужой стране когда ты чужой для тебя все чужие еще и выехать никуда не можешь и выхода как бы никакого нет вообще знаете с годами начинаешь просто понимать что ты никогда не привыкнешь к чужой стране просто это это нереально делать что хочешь но ты никогда не привыкнешь ты никогда здесь не будешь своей и эти чужие люди тоже они для тебя никогда не будут своими просто как бы живешь и все но все равно это все не то и не так ну вы знаете когда я вот приезжала в украину я не могу сказать что в украине тоже я прям своя потому что тоже я очень давно уже живу в индии там я тоже отвыкла там у меня как бы нет ничего своего уже подруг тоже как бы у меня нет подруги все по уезжали за границу причем причем очень давно они уже очень давно там не живут то есть у него вообще нет ни одной подруги как бы в Украине. Так получается. И когда ты приезжаешь, там ты тоже как бы чужой среди своих. Как бы никого нету, кроме мамы и бабушки, да, и кроме там самых близких родственников, которые тоже как бы уже не чувствуются очень такими близкими родственниками, а ведут себя как дальние. Ну, когда ты живешь за границей вот так вот годами, все меняется, понимаете? Я думаю, даже для родной матери ты не такая уж и близкая любимая дочь становишься, потому что тот, кто живет с тобой рядом столько лет, он, наверное, ближе и роднее. Даже вот я сужу даже по своему мужу. То есть я же вижу, что свекровь, вот она моего мужа, она все равно, она его не любит так, как остальных двух детей. Потому что Раджеш изначально он учился в Украине, да, это очень много лет, когда он не жил в семье вместе с ними, потом в Дели жил со мной, да, потом сюда переехали. Ну, то есть вот эти годы разлуки, они все равно сказываются. Все равно даже родные дети, они становятся не такими близкими, любимыми и родными. Так что получается, ты, знаете, как между двух огней. и здесь не свое, и там уже не свое давно. Вот и все. Да, можно как бы съездить в гости, погостить, но все равно. Уже как-то не чувствуешь. Нет вот этих вот, нет вот такого ощущения, вот как раньше. Все это как бы ушло уже. То есть я в Украине тоже себя чувствую, вот как гостем, понимаете. Я не знаю, как вам это объяснить. Вряд ли кто-то меня поймет, кто живет в Украине. Это, наверное, только поймут меня люди, которые живут за границей, которые тоже, как и я, ездят как бы иногда в гости на родину. Тогда я думаю, эти люди могут меня понять. А больше, наверное, вряд ли. Ну что там, что так долго? Уже и время дополнительных прошло. Что делать? Будем ехать на дополнительный или как? А сегодня что у тебя? В Севик-центре? Где? Далеко как бы. Ну что, поехали или как? Ну смотри, уже больше четырех часов. Ну быстренько думай. Поехали? Ну давай, быстрее. Так что делать? Мы все равно опоздали уже прям при любом раскладе. То есть уже, уже начало пятого. Пока мы доедем, как бы пройдет минут минимум, ну пятнадцать. Это если я буду гнать, как сумасшедшая, Яна. А то вы тоже да. То есть все равно половина уже как бы у тебя будет пропущена. Ну и что? Хоть бы пошел дождь, Янка! А я тебе, я бы, там, пыль-пыль-пыль-пыль. Куда? Туда? Не знаю. У меня до сих пор настроение не прошло. Не наступило, вернее. Аре, пыль-пыль-пыль. Печальное настроение еще не прошло, хорошее еще не наступило. Аре, чё, пыль-пыль-пыль. Янка говорит, заткнись и поехали. Да, в Байорк. Не надо. Ай... Пой-пыль-пыль. Серьезно? Есть там бассейн? Да. Ничего себе. Сапсименько с ним не идет. Ага. Ух ты, ух ты. Чело я, мама? Ну тебе какая разница? Мама, зачем тебе? Тебе мама все равно не нужна никогда. Аре, чело, да. Все твои сестры там будут. Аре, чело, да. Ладно, посмотрим. Мы, Натюшин, едем или как? Какой-то, я бы, я не знаю. А все, тогда смысла нет. Барай-пуром, конечно, и будет, как ты думаешь. Ага, то пан кон кон жаре. Тихо, какие-то бэзеникслинги. Тихо. Ну и что? Кто там в машине будет? Сколько нас будет? А мы, Ремси, Диви, Барима, Митюрк. Ну как раз вот вся машина и забита. Это и я, Ремси, и тетя. Средняя невестка будет. Тут еще проблема в том, что у нас нет шофера. Ни у кого нет шофера. Поэтому повезет нас племянник. Так что мы все прям плавать там будем? Ну, на ночь глядя. И не думаю. Кабуро. Кабуро. Продолжение следует...